Привет, дорогие друзья! Меня зовут Ильсур, я представляю компанию Blessing Life Management. Это консалтинговая компания, которая подбирает для вас самые лучшие кадры. И мы не только подбираем кадры, мы разбираем каждого человека по нашей технологии, находим точку роста личности человека и просмотрим по зонам роста и развития личности. Как всем известно, мы все живем в обществе, и у каждого из нас есть свой такой некий финансовый олимп. Некая финансовая цель и желание достичь некой финансовой цели. Например, некоторые люди, для них олимпом является их 50 тысяч рублей. И, находясь на этом олимпе, они как бы смотрят свысока на других. Они достигли этого олимпа, и падение будет для них болезненным с этого олимпа. То есть, они шли, ехали к этой цели, они доехали до нее, и вот это падение будет болезненным. Вообще, падение для любого олимпа, оно болезненное, оно чревато. Но это неизбежно, потому что мир, мировая экономика, она неравномерна, и все мировые процессы связаны, взаимосвязаны друг с другом, со всеми политическими, даже геологическими процессами, которые происходят в климатической сфере на нашей планете. Много разных, в общем-то, показателей. И вот, что предлагаю вам, дорогие друзья. Приглашаю вас пройти геосоционическое бизнес-моделирование. Это такая новая методика определения вашего типа личности. Мы рассматриваем вашу профессиональную деятельность и рассматриваем ее вот с точки зрения потенциала роста, достижения того или иного олимпа. Вы знаете, что определенная ниша, определенная специализация человека, она ограничивает финансовый рост человека. Все-таки рост, он не безграничный, он имеет свои ограничения. Некогда миллиардные компании могут стать потом миллионными компаниями, или стать банкротами, или войти в часть, войти с миллиардными долгами, и стать финансово-несостоятельными. И люди в том числе. Но в основном, даже если посмотреть банковский сектор, все начиналось с конкретных людей, с конкретных семей, где они привлекали рычаги для роста. И вот сейчас так много людей на планете Земля, и так много рычагов роста, но очень важно понять, какие твои рычаги роста, и какова твоя команда, с кем тебе нужно сесть в этот автомобиль, разогнаться, где-то остановиться, потом уже с кем-то карабкаться вместе к достижению высоких целей и достижению своей жизни. Здесь даже вопрос не только в деньгах, потому что рост личности, деньги – это же производная, это сопутствующая росту личности, росту его потенциала, реализации того потенциала личности, который в нем заложен, в котором ему предопределено вырасти в той или иной специализации. Дорогие друзья, пожалуйста, оставляйте заявки на сайте blmworld.ru И, пожалуйста, научитесь вот этой методике геосоционического бизнес-моделирования для себя, во-первых, ну и приходите сами диагностироваться, либо в какой-то форме, вот эта форма, она будет, ну, скажем, можно диагностироваться оффлайн, онлайн, можно диагностироваться дистанционно, можно диагностироваться, вот, придя на мероприятие, вот, и разными способами. В общем-то, я диагностирую типы людей даже, вот, по тексту, потому что они пишут о себе, глядя на все профайлы, фотографии и весь образ человека. Фотографии, кстати, интересный момент. Фотографии запечатлевают нас в разное время, в разной стадии роста, в разных моментах роста. И они запечатлевают ту эмоцию, которая у нас была на тот момент, связанная с той или иной точкой роста или падения. И это очень интересные фиксаторы вашей личной жизни, вашего личностного роста. И по фотографиям много тоже можно увидеть и понять о человеке, о чем он, может быть, переживает, где он радуется безмерно или грустит, или еще что-то. Значит, какие-то есть точки, где нужно что-то менять, преобразовывать, либо, наоборот, если очень много успеха, который выражается в хорошем финансовом положении, это хочется постоянно повторить этот успех. И вот действительно, как сказать, постоянно нужна вот эта вот точка приложения своих усилий, как говорится. Нужно знать, как именно развивать себя, свою личность в контексте, ну, в контексте кода жизни, так сказать, которым тебя, можно сказать, запрограммировали. Я говорю это сознательно, почему? Потому что каждое растение, каждое животное, оно очень узко специализировано в жизни своей. У определенных растений и деревьев, у них очень узкая специализация. Плодоносных деревьев, там и разных растений плодоносных, они производят только то, что они производят, и другого они производить не могут. Можно скрещивать, как бы, виды, роды растений внутри одного рода, для того, чтобы придать какие-то ароматы новые, новые вкусы, новую стилистику, чего-то. Ну, и животные, в принципе, они размножаются, в общем-то, внутри своих видов. Они должны размножаться внутри своих видов. И каждый человек должен найти вот эту свою специализацию в жизни, для того, чтобы именно, расти именно в ней, быть собой и стать собой, той личностью, которая в генах лежит ДНК. Как тебя запрограммировала ДНК, в чем именно ты должен вырасти, кем ты должен стать в этой чудесной, удивительной жизни. Ну, в общем-то, я уже сказал, что оставляйте заявки, и я вас всех рад видеть в нашей компании Blessing Life Management. Всем вам хорошего и успеха в вашем личностном развитии. До свидания.